Ом намасе, дорогие друзья! И с вами снова Ярослав Мудр-Баранцов и Академия семейных отношений на позитивной волне. Сегодня такой день, и я записываю много вопросов, которые вы присылаете. У меня настрой рабочий, и вот я на этой волне сегодня отношений, семейных отношений. Следующий вопрос, который я хочу предложить вашему вниманию, это когда сын должен уходить от родителей и жить самостоятельно. Вот такой вопрос. Когда же сын в каком возрасте должен съехать от родителей и жить своей собственной жизнью, на своей собственной территории, обеспечивать себя самостоятельно. то есть развивать те качества, которые ему пригодятся для дальнейшей семейной жизни, его собственной. вот такой вопрос. Этот вопрос был задан одним из моих клиентов, и я решил его, мы обсудили его с моим клиентом, конечно же, и я сейчас решил его озвучить также для вас, поскольку я понимаю, что эта тема часто сегодня встречается, и в общем-то требует особого внимания. Напоминаю, что все, что я идеально говорю, это мое личное умозаключение, основанное на моем опыте, на тех знаниях, которые я получил от своих наставников, своих гуру, мой личный жизненный опыт, и также те источники информации, которыми я пользуюсь. Итак, вопрос, еще раз озвучим вопрос, задайте себе вопрос, друзья, и попробуйте ответить на него, а потом мы с вами разберем, чтобы выяснить, насколько, в общем-то, ваше совпадение, ваше представление об этом совпадает с общепринятыми, и как оно должно быть с точки зрения развития мужчины и исполнения своего назначения. Окей? Свои умозаключения, выводы я делаю на основании духовного опыта, которым я следую, своего жизненного опыта, как я сказал, и опыта моих наставников. Итак, вопрос, как вы думаете, в каком возрасте парень должен покинуть гнездо родительское и начать жить самостоятельно? когда я говорю жизнь самостоятельно, имеется ввиду полностью быть самостоятельным, то есть себя полностью обеспечивать. Это за жилье, за питание, за одежду, все свои расходы и так далее. Как вы думаете, какой это возраст должен быть? задумайтесь, пожалуйста, ответьте себе на этот вопрос. Я уверен, что многие сейчас имеют разные представления об этом, и многие имеют оправдания готовые, почему они еще живут с родителями, когда, казалось бы, уже пора с гнездышка родительского-то выйти и, в общем-то, начать жить самостоятельную жизнь. Ну, по крайней мере, вот эта беседа, которую мы сейчас проведем с вами, она будет для вас, по крайней мере, началом, чтобы задуматься, а вот комфортно ли мне так жить, а исполняю ли я свое назначение, а получаю ли я тот опыт, который я должен получить уже в этом возрасте, и куда я иду дальше, или моя сегодняшняя жизнь позволяет мне набираться того опыта, который мне нужно как мужчине для дальнейшей моей жизни, как глава семьи, как отец, как муж. Да? В общем, вы уже подумали, хотите, сделайте паузу, и мы продолжим обсуждение на эту тему. Значит, мое понимание во-первых, все очень хорошо привязывать к центрам энергетическим, энергетические центры, семь основных чакр, которые вы знаете, у нас есть, и, в общем-то, я привязываю это, прежде всего, к этим центрам, потому что в каждом возрасте есть свои определенные энергии, которые мы развиваем, и по достижению определенного возраста, получив, при условии, что мы правильно развиваем все свои энергетические центры, мы набираемся определенных знаний, возможностей, и готовы, в общем-то, выпорхнуть из гнездышка родительского, так же, как птичка, которая, набрав сил, готова выпорхнуть из своего гнезда родительского, и начать свою самостоятельную жизнь. То же самое и наступает период для нас, для мужчин, когда пора покидать родительское гнездо и начинать создавать свое личное. Это, не знаю, может быть, у кого разные возможности, кто-то может просто снимать квартиру, кто-то не имеет квартиру, смог заработать и так далее, у каждого по-разному, но идея одна, то есть, мы должны сначала начинать свою жизнь самостоятельно на своем собственной территории. Итак, в моем понимании, это должно случиться, вот, стать самостоятельной жизнью, мужчина должен начать как можно быстрее, настолько, когда у него позволяет ему опыт его жизни. Я считаю, что показателем этого, что он может жить самостоятельно, может быть, что? То есть, мужчина закончил обучение и у него есть средства для обеспечения себя, проживания. Скажем, если парень закончил армию, то, в общем-то, 20 лет, там, 21 год, то после этого возраста, в общем-то, он и должен начать уже заботиться о своем самостоятельном проживании. идея очень простая. Чем раньше мы выйдем с родительского гнезда, чем раньше мы начнем заботиться о себе самостоятельно, тем быстрее мы получим этот жизненный необходимый опыт, который нам очень сильно пригодится для создания и развития своей собственной семьи. Чем мужчина быстрее становится, мы знаем, что для нас, для мужчин, самое основное, одно из самых основных заданий, это развивать ответственность за себя, за свою семью, поэтому это мы должны учиться делать как можно быстрее. И все начинается с чего? С того, что мы можем позаботиться о себе. Если мы можем позаботиться о себе, тогда мы сможем позаботиться и о ком-то еще. В общем, так, поэтому, в общем-то, я бы сказал так, что после 18 лет, когда парень стал уже совершеннолетним, когда он уже является полноценным гражданином, он должен уже делать все то, для того, чтобы себя обеспечивать. Если у него есть возможности учиться, значит, он, как только он закончил институт, в общем-то, и устроился на работу, значит, в этот же момент, как только он начал зарабатывать денежку, он тут же должен в первую очередь заботиться о том, чтобы жить на собственной территории. Вот таким образом. То есть, как только у него появился источник дохода, чем быстрее это будет, тем раньше. Ну, я считаю, что должно быть не раньше 18 лет, то есть, период, когда, идея какая, то есть, парень должен получить образование, получить работу, и достаточно мозгов и опыта, чтобы жить самостоятельно, скажем, вот, наверное, скорее всего, в наше общество это возраст 18 лет. И, как мы сказали уже, что показателем, самым, основным показателем того, что ты уже должен вылетать из родительского гнезда в свое собственное гнездышко, ведь это тот показатель, что у парня появилась работа. Кто-то может сказать, ой, да, у меня работа, но только на питание, там, и на гулянки, и там, на велосипед, или я там на машину коплю, мне вот-то деньги зарабатывают, коплю на машину, вот, когда накоплю там через 10 лет на машину, тогда вот съеду с родителями, а пока вот мне, как бы, надо на машину копить. Ну, здесь, я бы сказал, этим ребятам, кто так думает, что, в общем-то, важно ставить правильные приоритеты, да, жить нужно посредством. Если у тебя денежка только на питание, значит, ты работаешь плохо, слабо работаешь, значит, нужно поднажать на то, чтобы найти себе работу, и иметь возможность зарабатывать денежку, чтобы себя обеспечить. Почему это так важно? Смотрите, если мы живем с родителями, и которые нас обеспечивают, да, ну, хотя бы там, жилье это тоже уже обеспечивают, то есть, что получается, когда парень живет, и, в общем-то, получается, что он работает не на полную силу, то есть, как бы, жилье там не надо, мама с папой дают, а еще там питание, естественно, то есть, я деньги покупаю для себя, там, на учебу, на шмотки, на развлечения, там, на машину коплю, и так далее. Получается, что, в общем-то, он не живет посредством, то есть, человек живет не по средствам, то есть, смотрите, давайте такую ситуацию возьмем, то есть, мама, папа там обеспечивают полностью питание, шмотки ему покупает, и жить, где есть, и так далее, шмотки, такое слово сказал, потому что и шмотки, ну, да, для него это шмотки, потому что, человек, у которого такие ценности, для него это будут шмотки, окей, и, в общем-то, у него, допустим, он получает, не знаю, там, 300 долларов, 300 долларов на Украине, да, получает там 300 долларов, и он эти денежки тратит на гулянки, да, и все деньги только на гулянки, там, и девушка, девушка думает, ой, слушай, какой он крутой, такой богатый парень, смотри, он подарки дарит, он ходит там, одевается модно, в общем-то, и, ну, с доходом парень, классный, хороший муж, и она хочет строить с ним отношения, вступили в отношения, в общем-то, поженились, а потом уже надо от родителей съезжать, и получается, что парень, до этого парень жил, родители его обеспечивали, да, то есть за квартиру, за питание, за все остальные расходы, он ничего не платил, то есть он жил только для себя, жил, тратил только на свои экстра расходы, окей, и у нее создало впечатление, что у него много денег, и он тоже так думал, что все нормально будет, в общем-то, когда поженился, жена уже жить с родителями не хочет, и дети тут появились, надо жить, будут на приходе, надо жить отдельно, и тут начинаются реальные будни, парень понимает, что, в общем-то, он, оказывается, не зарабатывает столько денег, которые нужны, для того, чтобы обеспечить не только себя, не только семью, но и себя даже не может обеспечить, то есть то донорство, которое было у него до этого от родителей, они платили за квартиру, за питание, за интернеты, подарки ему дарили, за одежду там покупали ему, оказывается, оу, он понял, что ешкин кот, оказывается, моей зарплаты совсем не хватает на жизнь, совсем не хватает на жизнь, и я тут в полнейшей дупе, о май гад, что теперь делать, и здесь начинаются проблемы, нужно обеспечивать жену, жена понимает, что денег не хватает, муж не способен делать, это обеспечить, и закатывает рукава, идет сама искать работу какую-то, какую-нибудь, впахивается, и у нее расстройство, что она думала, опа, ее муж обеспечит, он такой крутой, у нее столько денег было, когда мы ухаживали, все это всегда, а сейчас, оказывается, денег-то нету, на самом деле, и вот такая, это одна из таких проблем, что еще, какая проблема возникает, когда парень живет, когда сын живет, мужчина живет с родителями, в том проблема возникает, что прежде всего, родители подкидывают ему, так сказать, свинью, вернее, он сам себе подкидывает свинью, такую, что живя с родителями, он лишает себя возможности, вырабатывать себе ответственность, возможности, обеспечить себя, если ты не можешь обеспечить себя, как же ты потом будешь обеспечивать семью свою, свою жену, детей, как ты это сделаешь, понимаете, то есть, не только даже финансово, а даже просто вот по полностью ведению хозяйства, ты живешь с родителями, тебе не надо беспокоиться, там надо, сантехника надо, или там кран сломался, или там билы за что-то заплатить, ремонт сделать, за квартиру саму заплатить и так далее, то есть, приготовить, покушать, где кастрюли купить, где кровать купить, какую, где чего, То есть парень вообще не знает, как... Представьте, что ему завтра у него появилась квартира, но он нифига не знает, что с этой квартирой делать. Он не знает, что такое мебель, какую мебель покупать надо, где ее искать, какие цены на мебель, какую мебель вообще нужна, какие кастрюли нужны, где продукты берутся. Я беру худший случай, когда пацан вообще не занимался ничем домашними делами, все родители делают. То есть опыта нет вообще, полнейшего опыта нет, потому что все это решали родители. Родители все полностью решали, оно ему не нужно было вообще. И вот настали реальные будни, когда он создает семью, родители уже говорят, так, дорогой, ты уже как поймаешь, что-то уже честновато поймаешь. Нет, невестка нам, нет, 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 понимаешь, две хозяйки на кухне не могут быть, мама говорит. Поэтому, сынок, давай-ка ты вот это съезжай, понимаешь, вот, и побыстрее, потому что, вот, ну, понимаешь, что тут дочка приезжает, развелась с мужем, ей жить негде, понимаешь, ну, а ты же сын-то должен себе сам позаботиться. И вот такие штуки. И что получается? Парень жил на себя, себя не мог обеспечить полноценно, тут появилась семья, и он понимает, ешкин кот, мне, оказывается, надо деньги зарабатывать, мне надо хозяином быть, обеспечивать, но я-то этому не научился. И реальные будни бьют сильно сковородкой по голове. Окей. И жена, конечно, также фрустрация, она видит, что елы-пала, за кого я вышла замуж, что он, оказывается, не мужчина, а он просто маменькин сыночек. И, наверное, вы знаете, мужики, что один из показателей для девушки является того, что мужик не есть мужик полноценный, это то, когда он в возрасте, когда уже он хочет создавать семью, готов создавать семью, говорит, я готов жениться, а на самом деле сам живет с родителями. То есть, ну вот в Америке, я скажу, это очень хороший показатель, в Америке, америкосы, в общем-то, в этом плане совсем другие. Они вот как раз стараются как можно быстрее съехать от родителей. Родители их просят быстрее, давай сваливай, ну там другое отношение с родителями и дети, конечно же. И дети сами так, они воспитываются, что они хотят как можно быстрее стать самостоятельными в этом плане. Поэтому, в общем-то, и они становятся более самостоятельнее раньше, намного раньше, чем, в общем-то, у нас. Поэтому, друзья, вот, если вы живете с родителями, хотите создать семью, за девушку ухаживаете и говорите, что я живу с родителями, подумайте, о чем девушка подумает. Если она умная, разумная, она подумает, что, эй, этот парень не готов взять ответственность. В Америке это точно, это один из, это самый первый показатель. Если ты мужик и ты живешь с родителями, то для нее это понятно, что ты не сможешь обеспечить семью. Даже если у тебя деньги есть, окей, даже если у тебя деньги, ты не сможешь обеспечить семью теми знаниями, которые у тебя должны быть, как у мужчины. Да, то есть, даже, допустим, у тебя есть денюжка, окей, но ты все равно живешь с родителями, ну, тебе хорошо, мама там готовит кушать, в общем, все задачи, бытовые вопросы решаются, там, папа, мама, зачем тебе вот что-то напрягаться, живешь с мамой. Такие тоже могут быть ситуации. Я считаю, что это тоже плохо, даже если ты научился зарабатывать денежку, супер, но ты должен же быть, ты не принесешь деньги в семью, ты должен даже принести свои способности, как мужик, мужик, который отвечает, у которого есть ответственность, и ответственность, она проявляется везде, начиная с дома, умение, скажем, не знаю, там, кран отремонтировать, позаботиться о каких-то вопросах ремонта, мебель поставить, да что угодно. То есть, мужик должен научиться проявлять свои мужские качества. Когда же мы живете, смотрите, когда же мы живем с родителями, какую роль мы играем? Мы не играем роль хозяина, главы семьи, вы играете роль какую? Вы сын, отношения родители-дети, родители-дети. Мы, живя с родителями, мы там дети. А что ждет от нас общество и семья, и будущая жена? Что я готов играть роль мужа, защитника, того, кто обеспечивает. А я играю эту роль я вот с родителями, когда живу? Абсолютно нет. Я играю роль маленького ребенка, моего сына. Играю роль сына, беззаботного. Это не та роль, которую ждет от вас женщина, которая хочет выйти замуж за настоящего мужчину. Настоящий мужчина проявляется тогда, когда он живет по-настоящему сам, и проходит все эти этапы, которые... И получает тот опыт, который нужно потом проявлять в семейных отношениях. Окей? Вот, пожалуй, этот важный вопрос, который я хотел бы, чтобы вы задумались. Когда вы живете с родителями, развиваете ли все те качества, которые от вас ждет ваша будущая жена и ваша семья? Развиваете ли вы эту ответственность? И по моему опыту я хочу сказать, что, к сожалению, нет. Нет. Ну, такова реалия. Такова реалия, когда ты живешь с родителями, ты от многих задач себя освобождаешь. От многих задач себя просто освобождаешь. И не нужно думать о тех повседневных задачах, которые занимается папа с мамой. Ты просто как ребенок. Окей? Поэтому, в общем-то, это не играет нам на руку. Соответственно, вывод какой? Парень должен покинуть родительское гнездо как можно быстрее. Как можно быстрее после получения совершеннолетия. После того, когда он стал... Ну, когда мы говорим, совершеннолетие имеется, это не просто годы, да? Хотя он должен к этому стремиться, к тому, что ты стал нормальным, созванным человеком. Ты можешь себя обеспечить. У тебя есть опыт. Ты знаешь, что когда заходишь домой, надо дверь закрывать. А выходя из дому, надо выключить плиту электрическую, утюг, краны позакрывать и так далее. То есть, ты этот опыт должен получить. Ну, даже если ты его не получил, будешь получать самостоятельно. Если будешь продолжать жить с родителями, то ты его точно не получишь, если ты не получил его за эти 18 лет. Окей? Поэтому в любом случае нужно как можно быстрее начать жить самостоятельно. Тогда ты сразу увидишь, какие у тебя проблемы. И я бы не рекомендовал сразу после родительского гнезда, когда ты жил с родителями, тут же с женой жениться и приезжать на свое новое хозяйство. Потому что перед тем, как создать свою семью, ты должен получить опыт. Мы должны показать жене, что мы, в общем-то, состоявшийся уже человек, что состоявшийся мужчина, я умею газдувать, как у нас скажут на Украине, на Загедине. Умею газдувать, это газда. Это газда. Все мир убит. Вот это мы должны показать, что мы настоящие хозяева. А когда вы жили с родителями, тут же приехали, женились, тут же отдельно живете. Да, так вам повезло, если такая возможность. Спасибо. Продолжение следует...